Ну, что я могу сказать? Мы сказали, помните, когда Навального хоронили, что я вам сказал, что в понедельник будет очень большое количество сюрпризов. Я думаю, что мне придется сейчас очень долго читать то, что было на территории России сделано. Не все это, конечно, акции. По некоторым у нас нет информации, но по-моему, по крайней мере, 50% из того, что я прочитаю, поэтому есть информация, и это акции. Конкретные партизанские акции. Ну, вот, вы помните, да, что когда хоронили Алексея, в Раменске горели склады и тушили их больше суток. То есть, было заявлено, что их потушили. На самом деле, это воронье. Тушили их больше суток. На пороховом заводе, где произошел взрыв, возбуждено дело за теракт. И, кстати, помните, 14 ноября в результате там каких-то действий произошел взрыв, да, помните, в 23-м году. Там тоже дело по теракту, и эти дела соединили. Так что, никаких сомнений. Это к вопросу о том, что там случайно все взрывается. Ну, да, бывает случайно, только дела по теракту. В Сосновом Бару Ленинградской области сгорел отдел полиции. Красиво, надо сказать, очень красиво горел. В Касимове Рязанской области сожгли двухэтажное административное здание. Ну, это здание администрации, в общем-то, к другому говорить. Северная Осетия. Партизан, полимеханический цех Садонского цинкового комбината. И, значит, расчет был, что сгорит и этот комбинат, и электроподстанция, которая там находится. Потому что, как вы понимаете, для цинкового комбината нужно много электроэнергии. Ну, комбинат-то погорел, а вот подстанция не сгорела, к сожалению. Ну, я думаю, что это первый заход, второй будет. 450 квадратных метров, пишут вот путинские СМИ, что сгорело. На самом деле сгорело больше. Пивзавод сгорел в Красноярске, более 800 квадратных метров. Пивзавзелен, на полигонной. Дотушили там прям целой толпой. В Пензенской области, в Кузнецке сгорел торговый центр полторы тысячи квадратных метров. Тысячников сгорело очень много за это время. То есть, там сгорел торговый центр плюс мебельный цех, который, в общем-то, и раньше и загорелся. Так. Село Бессонок, Пензенская область, тоже Пензе. Сгорел ангар 150 квадратных метров. В Москве сгорело кафе, когда хоронили Навального. Утром, рано утром, кто-то поджег в парке Горького кафе. Оно полностью выгорело. Ну, было красиво. Это такой салют в честь Алексея. Так. На Лефортовском мосту сгорел стрелочный пост. Ну, его спалили, естественно. Так. Светофор пишет, работает с перебоями. Так. На пилораме в Шахуне Нижегородской области произошел крупный пожар. 500 квадратных метров сгорел. Это там не первый, кстати. То есть, там прицеливались несколько раз. Загоралось, но там тушили. А сейчас сгорело, в общем-то, все. В Кисловодске сгорел склад 500 квадратных метров. В Кинишме сгорел металлический ангар с пиломатериалами 150 квадратных метров. В Вологде на улице Канифольной сгорело некое здание с канифолью. Да, это парадоксальная ситуация. Да, ну, со смолой, в принципе, да. Поселок Красный Эхо Владимирской области. Операция Примус. Сгорел цех деревообработки 300 квадратных метров. Во Владимирской области, в Муроме, сгорела мебельная фабрика 800 квадратных метров. Ижевск. Да, значит, склад. Подожгли склад около 300 метров, который прилегает к мебельной фабрике. Расчет, естественно, был, что все сгорит вместе. Пожарным удалось отстоять. То есть, склад 300 метров сгорел, фабрика не сгорела. И там какие-то сауны сгорели, еще что-то. В общем, там понатыкано было всего. В Москве на Каспийской улице сожгли утеплитель фасада и стройматериалы. При строительстве Алтайский край, территория оздоровительного отеля. На территории оздоровительного отеля произошел пожар. Бирюзовая Катунь называется. 1600 квадратных метров сгорела. На видео гораздо больше. Нижегородская область сам вспламенился и сгорел ангар 500 метров. 480, но там на видео больше. Химки сгорел автосервис более тысячи квадратных метров. Родники Ивановская область. Пилорама сгорела. Вернее, как она загорелась, но ее потушили. Ярославль. Загорелся один из цехов Ярославовского моторного завода. Поселок Октябрьской фабрики Московской области. Сом вспламенился и сгорел к херам крыши из полистирола на строящемся рынке. Рынки часто горят у нас. Троицкая, Сахалинская область сам вспламенилась и сгорела перепелиная фабрика. Петрозаводск, Сейноволок. Там кто-то хранил на нефтебазе, которая, так скажем, не эксплуатируется. Но там в резервуарах сделали запас. То есть, там находились горюче-смазочные материалы в большом количестве. И это подпалили. Приезжали пожарные специально одеты. Там с этими шлангами, пеной заливали. Пожар весь, дым видел весь Петрозаводск. То есть, так было красиво. Все это очень красиво, надо сказать. Так, Тамбов сгорела котельная. Кострома сгорела котельная. Пермский край, швейный цех сгорел полторы тысячи квадратных метров в колонии. Помните, это уже второй пожар в колониях Пермского края. Это надо продолжать. То есть, те люди, которые слышат нас в колониях, это самый простой путь. То есть, уничтожайте материальную часть и все. Я думаю, что это быстро приведет все к падению этого режима. Екатеринбург. Спалили здание заброшенное. Вот пишут. Но оно достаточно крупное. Поэтому горело хорошо. И это неплохо. Сено полили везде. Где только можно, да, горело сено. По всей России. Даже не буду перечислять. Это просто немыслимое количество. Село Веселое. Сочи. Какие-то, вот пишут дети. Наверное, взрослые баловались со спичками. Подожгли растительность рядом с ДЗС Лукойл. Но удалось потушить. То есть, Лукойл не сгорел, к сожалению. Машины на подземной парковке в Колпино. Какие-то добрые люди подожгли. Сгорело. Сколько там машин? Пять, что ли? В общем, какое-то количество машин. Я помню, что пять. Да, пять легковых автомашин. Точно. В Волгограде, в Советском районе, склад сожгли. В Приморском крае жуткие пожары ландшафтные. 24 места, где поджоги совершены. То есть, Воронью Слободку зажгли с шести сторон. Это с 24 сторон чудовищный пожар. В Хасанском районе там объявили особый противопожарный режим. Возникли смерчи огненные, как в Дрездене. Видео дикое. Я не могу вам показать. Когда мужик бежит, за ним огненный смерч. Да, как по пятам. А ему кричат, беги сюда. Просто жуть, конечно. Какая-то это все в России сейчас происходит. В Екатеринбурге произошел взрыв на электроподстанции Калининская. Да. Там, правда, были готовы к этому. То есть, сразу же они переключили электричество. Но все равно некоторое время Екатеринбург находился во мраке. И эта подстанция питает турбомоторный завод, машиностроительный завод и Уралмаш. И таким образом электричество стало гораздо меньше. У них сейчас идут серьезные перебои. Так что, в общем-то, все очень хорошо. И когда рассказывают, что это вот так получилось случайно, да. Ну, наверное, так и есть. Это молния ударила. В Астрахани тоже поджоги ландшафтные. В Воронежской области зарегистрировано в четырех районах. Да, ландшафтные поджоги в Паковском округе тоже 10 гектаров сгорело. Это Ставропольский край. Пожар на въезде в Азов. Удивительно, да. Случайно там отмолнили, от чего загорелось, ну, как-то с двух сторон дороги. Сразу и с той, с другой стороны горело, да так лихо, что там чуть все не выгорело. В Тамарской области неизвестные партизаны пытались подорвать мост через Чапаевку. Он поврежден этот мост, да. Часть взрывчатых веществ взорвалась, а часть не взорвалась, да. В РЖД сообщили, что изменили маршруты движения поездов по Самарской области. Куча поездов опаздывает. Ну, они же пишут только про гражданские, про пассажирские поезда. Представляете, сколько товарных, которые шли на фронт, они теперь едут, я знаю, где. Вот смотрите, поезд 10-й Москва-Самара, почему 10-й Москва-Самара, всегда 10-й в Саратов ходил. Ну, ладно, девятка-десятка-то. Прошел через станцию Жигулевск. 110-й Пенза-Самара, 14-й Москва-Челябинск, 131-й Орск-Москва, 124-й Белгород-Новосибирск. Да, и плюс 50-й Москва-Самара, 32-й Москва-Орск, 132-й Москва-Орск, да, и так далее. А еще отменены электропоезда Сызрань, Мирная и Мирная Сызрань. Ну, в общем, так интересно, конечно, очень интересно. Что я могу сказать еще? Я могу напомнить, что в июне, в июле вернее, были там же в Самарской области попытки взорвать подобным взрывным устройством газопровод. То есть, две попытки было взорвать газопровод, обе они провалились. Но это точно не провокация, потому что люди расковыряли газопровод, и даже была утечка. То есть, они достаточно опасно действовали, могли сами улететь к верхним людям. Так что, два до этого взрывных устройства уже было получено ПСБшниками два раза. То есть, вот газопровод Челябинск-Петров и Уренгой-Новопсков. Вот эти газопроводы были в июле заминированы, но по той же причине, по которой не произошел общий взрыв на мосту. Да, только одно устройство взорвалось, а все остальное не взорвалось, не сдетонировало. То есть, из-за сложностей определенных. В электричке Челябинск-Екатеринбург произошел пожар. Ну, разные сообщения. Некоторые пишут, что там это тривиальный поджог, другие еще что-то. Я не знаю, что там было, но в любом случае идет сбой движения, а это уже хорошо. Сбой также произошел на Ленинградском направлении, на участке Кускова, Москва, Курска и прочее, прочее. Продолжение следует... Продолжение следует...